Всем привет! А вот и перевод переписки фонда по поводу SCP-173 статуи. Кстати, в нашей группе в Телеграме он появился на день раньше, ссылка в описании. От младшего исследователя Маркуса Сильбурна. Классификационный уровень ТС-1. Кому? Доктор Саша Петров. Классификационный уровень XF-3. Тема – статуя. Доктор, я был недавно назначен к SCP-173 в качестве специалиста по содержанию. Я немного озадачен назначением. Похоже, что всё, что мне надо делать, это смотреть на экране, как персонал D-класса чистит камеру содержания. Вы обозначены в файле этого SCP как руководитель исследования. Хотя за 6 недель, сколько я назначен на 173-е, я так вас и не встретил. Так что я решил задать несколько вопросов. Первое. Зачем D-класс чистит камеру? Автоматическая система очистки была бы эффективнее и снизила бы риск для персонала. Второе. Я так понимаю, что SCP-173 не может двигаться, пока его видят, даже если кто-то видит его в записи, сделанной ранее. Почему такой способ содержания не используется для лучшего эффекта? Третье. Последние открытия в области искусственного интеллекта могут сделать содержание намного проще. Есть какие-то тесты, чтобы определить, имеет ли наблюдение искусственного разума такой же эффект на аномалию, как и наблюдение живой сущности? Спасибо за внимание к этому вопросу. Ожидаю вашего ответа. От. Доктор Саша Петров. Классификационный уровень XF-3. Кому? Младший исследователь Маркус Сильбурн. Классификационный уровень TS-1. Мистер Сильбурн. Так как вас назначили только следить за очисткой камеры SCP-173, как это предусматривают особые условия содержания, вам не нужно обращать внимание на дополнительную документацию. Она не засекречена, просто она не нужна вам для ваших задач. Будьте уверены, вопросы, которые вас беспокоят, были уже решены в ходе содержания SCP-173. Я разберу каждый из ваших вопросов тут. Во-первых, по поводу того, что я никак не взаимодействую с SCP-173 или персоналом, что его содержит. 173 – это старейший объект, что находится на содержании SCP. Он уже исследован вдоль и поперек, в чем вы убедитесь, если будете допущены к протоколам исследований. Его характеристики, скорость, с которой он движется, когда не видим, сила, с которой он атакует стены камеры, его устройство, состав выделений, которые из него исходят, его число юма и так далее. Все это нам понятно. Там мало что осталось еще исследовать. А у фонда есть куда более опасные и непредсказуемые аномалии. Я лично веду исследование 16 аномалий, в том числе 2 кетера. Если у вас есть предложения по экспериментам, пишите о них. Я рассмотрю все из них. Во-вторых, если у вас есть доступ к журналу обслуживания, вы можете заметить, что установлены уже две системы очистки. Одна в конце 70-х, еще одна в середине нулевых. В отделении SCP-173 забивают важные узлы и выводят из строя электронику с удивительной эффективностью. Была даже дискуссия на тему того, как объект вообще может осознанно производить смесь крови и кала, что появляется вокруг именно таким образом, что происходит умышленный саботаж чистящих систем. Была даже дискуссия на тему мотивации. После последней поломки система была выдвинута теория, что выделение производится объектом, как некая приманка. В-третьих, все существующие записи аномалий физически распадаются. Кровь и фекалии, идентичные тем, что производит SCP-173 в зоне действия, уничтожают пленки и другие носители. Эта вторичная аномалия, возможно, должна быть отражена в основном документе, извиняюсь, что этого нет. Как я объяснил, мое внимание сосредоточено на другом. Я дам вам полномочия, чтобы сделать нужные правки. В-четвертых, по поводу вашей идеи, чтобы ИИ следил за SCP-173. Да, это мы пробовали. Почти сразу, как фонд получил возможность создать искусственное сознание, это было сделано и это работало. Независимо от происхождения, конструкции и разумности сущности, если осознанная сущность может наблюдать SCP-173, та не движется. Однако искусственный интеллект подвержен вторичному аномальному эффекту. Кровь и фекалии появляются в месте расположения искусственного интеллекта и разрушают его. Вопрос времени. Было предположение использовать множество ИИ, переключаться между ними, когда какой-то начнет получать повреждения. Но предложение было отвергнуто, как очень дорогое. В итоге этих испытаний у нас появился интересный вопрос. Если мы как-то удалим необходимость мигания у человека, проявится ли вторичный эффект в отношении наших мозгов? Или он проявляется только в случае искусственного наблюдателя? Интересно подумать над этим. Так или иначе, я приветствую вашу инициативу связаться со мной. Но должен напомнить, что у нас тут иерархия не просто так. Вы должны обратиться со своими вопросами к своему начальнику. И второе. Фонд хоть и не идеален, но не состоит из идиотов. В целом мы понимаем, что и зачем мы делаем. Если у вас в будущем будут вопросы, и ваш начальник не сможет на них ответить, обращайтесь ко мне снова. Ваш доктор Саша Петров. От. Исследователь Маркус Сильбурн. Классификационный уровень ТС-2. Кому? Директор Джек Брайт. Классификационный уровень ХК-4. Тема содержания SCP-173. Директор. Я благодарен вам за назначение меня в качестве главного исследователя SCP-173. Не сомневаюсь, что вам известно о том, что я очарован загадкой, которая присутствует в этой аномалии. У меня есть предложение, вот что я предлагаю. Несколько дронов на удаленном управлении с подвижными камерами. Дроны будут чистить камеру, а видео с них будет просматриваться управляющим персоналом, не давая 173-му активироваться. Вторичный эффект анаболе не сработает, так как видео будет идти в прямом эфире и не будет записываться. Мне потребуется произвести 4 или 6 дронов для использования по 2 или 3 в группе, плюс запасные и несколько обученных сотрудников. С такой системой нам удастся держать камеру в частоте и сократить потери персонала. Мы уже потеряли 9 сотрудников D-класса и младшего исследователя за прошедшие 10 лет. Немного по сравнению с мрачными деньками ранее, конечно, но верю, что мы можем лучше. От. Директор Джек Брайт. Классификационный уровень ХК-4. Кому? Исследователь Маркус Сильбурн. Классификационный уровень ТС-2. Тема содержания SCP-173. Умные идеи, Марк, мне нравятся, но не понимаю вашей самоуверенности насчет SCP-173. У нас было уже очень много умных идей по поводу этой аномалии и все не сработали. Машина, по моему опыту, не всегда лучший выбор, когда имеешь дело с аномалиями. И 173-й, может, и не очень разумен, но в некотором смысле он обладает хитростью. Ваш проект одобрен, но я хочу, чтобы вы внимательно следили за его ходом. От. Исследователь Маркус Сильбурн. Классификационный уровень ТС-2. Кому? Директор Джек Брайт. Классификационный уровень ХК-4. Тема. Нарушение условий содержания SCP-173. Ну, возможно, сейчас вы читаете отчеты по инциденту, директор. Первый набор дронов был получен неделю назад. Обзор одного был моментально закрыт, капающий с потолка смеси крови и фекалий. Другой имел неисправную камеру. Снова кровь и фекалий в микросхеме. А оператор третьего моргнул. Долей секунды позже все три дрона были разрушены. Мы списали это на неудачу и начали вторую попытку, запросив произвести новые. Через три дня произошло то же самое. Статуя, похоже, умеет учиться. Что еще хуже, похоже, регулярную проверку закрывающего механизма не произвели. Второй инцидент привел к нарушению условий содержания. Уборщик был убит до того, как удалось поймать SCP-173. Я полностью ответственен за смерть мистера Гамильтона, нарушение содержания и траты на дронов. Я готов уйти в отставку, если вы считаете, что это нужно. От. Директор Джек Брайт. Классификационный уровень XK-4. Кому? Исследователь Маркус Сильнбурн. Классификационный уровень ТС-2. Не будь дураком, Марк. Ты вообще представляешь, сколько проклятые статы убивали раньше? Когда твои предшественники пытались реализовать любую пришедшую им в голову идею. Твоя идея была неплохой, просто она не сработала. Конечно, мы не можем позволить себе строить роботов, чтобы так выкидывать их. Но ты подумай, еще может получится придумать хорошее решение. А смерть Гамильтона можешь искупить вот как. Работай над тем, чтобы избежать таких же потерь в будущем. Жду твоего следующего предложения. Пока что верни группу уборщиков D-класса к их работе. От. Главный исследователь Маркус Сильнбурн. Классификационный уровень ТС-3. Кому? Директор Джек Брайт. Классификационный уровень ХК-4. Тема. Предложение по содержанию 173. У меня новая идея насчет статуи, Джек. Хреновые штуки не надо есть или дышать. А еще она не настолько сильна, чтобы выбраться из камеры. Единственное, о чем мы заботимся по ходу содержания, это уборка смеси крови и говна. А что если не делать этого? Слушай, изогнутые стены и полы, как купол. Покрытые чем-то с низким трением. Тефлон, например. Пол покрытый решеткой, сделанный из карбоновых нанотрубок. Эта фигня же везде сейчас используется. Дрянь стекает вниз, и мы избавляемся от нее, как обычно. И эта хрень никак не выберется. Мы скинем пару камер туда. Маленьких и прочных. Они будут делать снимок время от времени, просто чтобы убедиться, что оно на месте. Никаких больше нарушений, никаких смертей. Никогда. Что ты думаешь? От. Джек Брайт. Классификационный уровень XK4. Кому? Главный исследователь Маркус Сильбурн. Классификационный уровень ТС-3. Звучит дороговато, но эффективно. Одобряю. Скинь туда еще роман-спектрометр и датчик движения. И еще что-нибудь, что сочтешь нужным. Я не хочу сюрпризов. От. Главный исследователь Маркус Сильбурн. Классификационный уровень ТС-3. Кому? Директор Джек Брайт. Классификационный уровень XK4. Тема. Просто дай мне разнести хренову штуку. Как мы видим, 173 может создавать смесь говна и крови прямо из воздуха в комплексе содержания. А ее биохимические компоненты разъедают волокно из нанотрубок. Оно проникло в водоснабжение, проело почти фут гнилого бетона. Прошло 7 футов почвы и вышло в части комплекса с минимальной охраной, убив 12 человек. Я знаю, вы уже в курсе произошедшего, но я думаю, стоит повторить. Джек, эта штука просто совершенно неостановима. Так что это официальный запрос на уничтожение SCP-173. Дай мне возможность, Джек, и я разнесу вредного ублюдка своими руками. Мы не узнаем больше ничего нового. Все эксперименты исчерпаны. Это просто существующие угрозы персоналу фонда. Это то, что необходимо уничтожить. От. Директор Джек Брайт. Классификационный уровень XK4. Кому? Главный исследователь Маркус Сильбурн. Классификационный уровень ТС-3. Отклонено, Марк. Ты же знаешь, что я не могу этого допустить? Фонд не рассматривает возможность уничтожения, пока нет, и схиатологической угрозы от аномалии. А тот факт, что сущность может менять химический состав своей диареи, говорит только о том, что есть что изучать. Парни в лаборатории вот даже и не знали, что она может разъедать нанотрубки. Это полностью новая информация. Я знаю, что ты чувствуешь вину, Марк, но такова жизнь фонда. Выше нос и обратно в седло. Я переведу тебя от 173, вот ты слишком залип на этой штуке. Мы вернём до класса обратно в ротацию пока что. Может попробуем снова. От. Директор Джек Брайт. Классификационный уровень XK4. Кому? Шестому смотрителю. Классификационный уровень ОК5 Таумиэль. Работник номер 6. Тема. Поведение SCP-173. С сожалению, сообщаю, что последние эксперименты с SCP-173 провалились. Объект продолжает демонстрировать непредвиденные изменения как в поведении, так и в аномальных свойствах, когда за ним не ведётся наблюдение. Ситуация не изменилась с тех пор, как началось содержание. Все попытки сократить объём наблюдения приводят к дестабилизации содержания. На сегодня единственный работающий способ содержания – это помещение в камеру содержания трёх человек, не менее чем на час в неделю, без защиты и охраны. Этот метод работает вне зависимости от ошибок, проблемы, потерь персонала. Можно заключить, что наши выводы в целом верны. Объекту по какой-то причине необходимо непосредственное внимание людей. Его нельзя исключать. Моя рекомендация такова. Прекратить пытаться и пересмотреть условия содержания SCP-173. Первые такие попытки в 60-х привели к четырём десяткам смертей. Последние эксперименты привели почти к четверти от этого. А выводы не изменились. Позволь спящим тиграм лежать.